День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем работать с интернет-магазином, который у нас бесплатно создан на платформе WordPress, благодаря плагину WooCommerce. И сегодня у нас с вами очень важная тема – прием платежей в нашем магазине. Правильная настройка приема платежей действительно очень важна. Она важна не только для вас, в плане того, что вы не хотите потерять собственные деньги, которые вам заплатят за вашу работу, но и важна очень для покупателя. Потому что если он сможет быстро и просто сделать платеж в вашем магазине, то он не будет нервничать и с легкостью будет покупать у вас следующий товар. Итак, сегодня мы с вами делаем настройки не в опции товары. Мы здесь уже все с вами разобрали. А в опции самого плагина WooCommerce. Начнем мы с вами с аддонов. По-английски add – это добавление, да? Поэтому здесь перевод такой прошел, как аддоны. Вот сейчас открыта эта опция перед вами. И посмотрите, в этой опции даны дополнительные расширения. У нас с вами бесплатная версия установлена на нашем блоге. Здесь предлагают нам дополнения платные. Я работаю только в бесплатной версии, но платная версия дает очень большие возможности. Например, даже продвижение маркетинга. Но это стоит достаточно серьезных денег. Поэтому сначала, по моим понятиям, нужно заработать эти деньги, а потом уже начинать расширять собственный магазин. Я думаю, что это логично. Переходим в состояние системы. Это еще одна подопция, которую нам нужно с вами посмотреть. Здесь у нас практически все остается по умолчанию. Здесь показано у нас состояние системы. Мы можем получить системный отчет. Здесь у нас даны инструменты. Вы очень внимательно смотрите, что вы здесь можете сделать. То есть вы здесь можете заниматься удалением каких-то сессий, удалением налоговых, например, ставок и так далее. То есть здесь вы можете делать определенные настройки определенными инструментами. И здесь журнал записи всего того, что у вас происходило в магазине. Сейчас у меня это тестовый сайт. Здесь, естественно, журнал пустой. Но давайте вернемся в состояние системы. В состоянии системы у вас практически все должно быть отмечено зелеными галочками. Вот такими вот зелеными галочками, как здесь показано. Но здесь есть дополнительные рекомендации. Всего их обычно практически бывает две. Иногда одна. Это зависит от того, какие настройки на вашем хостинге. Там, где установлен ваш домен, установлен на платформу WordPress. Вот посмотрите. Здесь идет рекомендация версии PHP. Это было в прошлом году, менялась версия PHP. Обратите внимание, что здесь необходимо сделать перенастройки. Ваши версии PHP на хостинге. И здесь также рекомендация идет BuzzMySecurity. То есть версия должна быть тоже не менее 5 и 6. Вот на это стоит обратить внимание. Остальное все остается по умолчанию. Обратите внимание только на то, чтобы они действительно были у вас все зеленого цвета. Переходим конкретно в настройки. Настройки доставки, платежи, аккаунты и так далее. Здесь мы с вами уже были тогда, когда мы настраивали товары. Поэтому вот эту часть, эти две вкладки мы с вами не трогаем. Доставку вы настраиваете так, как вы считаете нужным, на те регионы, которые вам необходимы. То есть вот спускаетесь сюда и добавляете зону доставки. Вот здесь вот таким образом это делается. Вы выбираете зону доставки, дополняете ее, устанавливаете ту, которую вы считаете нужным. Следующая опция у нас платежи. Ну здесь вот зона доставки всегда требует окончательной работы. Теперь переходим к платежам. Это, наверное, у нас самые такие основные моменты, на которые мы должны обратить внимание. Первое у нас, посмотрите, здесь четыре опции. Первое, даже пять опций, да. Первое это параметры оформления заказа. Если вы будете работать с купонами, вот здесь вы можете настроить определенные купоны, скидочные, да. То вы включаете использование этих купонов. Советую вам вот здесь тоже поставить галочку. Почему? Потому что если у вас будут люди покупать, иметь несколько купонов, чтобы расчет был последовательным. То есть начиналось с тех купонов, которые были получены первыми. Дальше процесс оформления заказа. Разрешить гостям оформлять заказы. Конечно, непросто, чтобы человек к вам пришел в магазин, захотел оформить заказ, не имея аккаунта на вашем сайте. То есть у вас возможность в магазине есть просто купить как гостю, оформить заказ, да. А есть возможность создать аккаунт и уже с этим аккаунтом работать. Но обычно психология человеческая такая, если человек купил один раз, ему понравилась и доставка, и оплата, и сам продукт, то он потом создает аккаунт на вашем сайте и работает. Такая возможность у вас у магазина должна быть. Дальше вы настраиваете страницы оформления заказа. Естественно, у вас страница уже делает вам плагин. Поэтому вы выбираете страницу корзины, естественно, страницу корзины, страницу оформления, страницу оформления заказа. Вот условия соглашения вам необходимо будет создать. Почему? Потому что это требование налоговых органов защиты прав потребителей. У вас должно быть такое условие соглашения. То есть человек должен понимать, что вы ответственный товарищ. И очень тщательно проработает этот договор. Вот этот договор должен быть где-то у вас прописан. Вы выбираете, на какой странице будут опубликованы условия соглашения. Дальше здесь идут шорт-коды, которые, так сказать, адпоинты, которые помогают оформить заказ именно в электронном виде. Поэтому вот эту часть мы с вами не трогаем. И вот здесь даны у нас шлюзы, которые мы можем с вами подключить на этой странице. Всего шлюзов у нас 4. Прямой банковский перевод, чековые платежи, наложенный платеж и PayPal. Вот эти вот все шлюзы, они идут вместе с бесплатной версией. Как их настроить, я вам сейчас покажу. Но если вам потребуется дополнить шлюзы, то вы можете выйти вот в эту опцию. И в этой опции вам предлагается огромное количество дополнительных шлюзов. Все эти шлюзы идут в виде плагинов. Вы просто переходите по ссылке подробнее и запускаете эти шлюзы. Но помимо всего прочего у вас есть возможность перейти прямо на сам сайт. То есть получите, здесь показано у вас, что у вас установлена бесплатная версия. Вы можете перейти на сам сайт, купить эту версию. Переходим, возвращаемся обратно в настройки. И смотрим, каким образом мы с вами будем настраивать те шлюзы, которые нам предложили. Выхожу в платежи и просматриваю. Безналичный перевод. Безналичный перевод. Это перевод банковский. Если у вас есть счет в банке, то вы должны все данные банковского счета здесь показать. Если их несколько, то вы можете добавлять аккаунты или удалять те аккаунты, которые вы здесь установили. Вы можете включить банковский перевод, а можете его отключить, используя вот здесь галочку в этом чекбоксе. Вот эта часть, это то, что будет предоставляться, описание инструкции, это то, что будет предоставляться вашему покупателю. Поэтому вы можете поменять данную информацию, а можете оставить ее в такой, какая она есть. Я включаю банковский перевод и сохраняю. Чековые платежи. Если вы собираетесь использовать чековые платежи, то вы можете включить оплату чеками. То же самое, здесь смотрите описание и настройки позже, когда, как только вы включаете, человек, когда пройдет по оплате чеками, он выбрать оплату чеками, он получает определенную информацию по переводу чеками. Сохраняем изменения. Следующий наложенный платеж, и я так понимаю, что такой вот платеж у нас с вами очень удобен для, например, российского покупателя. Потому что человеку отправляется продукт, и он оплачивает его при получении. Тоже вы можете включить или отключить. Перед этим, как я говорила, обязательно выбирайте способы доставки. То есть это единая ставка, бесплатная доставка или самовывоз. Я выбираю единую ставку. Разрешить оплату наложенным платежом для виртуальных заказов. Ну, например, человек только получает, получит только тогда виртуальный заказ, когда он оплатит этот продукт. Дальше я включаю ту же самую оплату чеком и сохраняю изменения. И последнее это PayPal. PayPal для того, чтобы включить первое, что вы должны сделать, это вы должны иметь аккаунт PayPal. И после этого у вас идет здесь дополнительная информация, где вы должны заполнить свое имя пользователя, свой пароль и так далее. То есть вот эти вот все вещи должны быть у вас заполнены. В этом случае у вас PayPal будет включен. А теперь давайте посмотрим с вами на параметры оформления заказов. Если вы помните, то первая у нас возможность, когда я показывала вам шлюзы, здесь было всего две галочки. После того, как мы все это здесь включили, посмотрите, все четыре галочки у нас здесь появились. Вы можете выйти на чековые платежи, наложенный платеж и так далее, не через ссылку в верхней части этой страницы, а прямо вот отсюда. Итак, с настройками мы с вами платежей мы с вами решили. Теперь давайте посмотрим, что такое аккаунты. Аккаунты это те аккаунты, страница аккаунта, где человек будет создавать собственный аккаунт. Ваша задача настроить эту страницу так, чтобы человеку было удобно, легко и быстро создавать аккаунт. Значит, свой аккаунт он будет создавать на странице «Мой аккаунт». Мы включаем регистрацию на странице оформления заказа и включаем регистрацию на странице «Мой аккаунт». Авторизация, автоматическое генерирование, генерировать имя пользователя из e-mail клиента. Можем это делать, то есть тогда у вас получится конкретное имя клиента уже из e-mail клиента. Если вы это отключите, то человек сможет у вас устанавливать свои какие-то данные. И можете помогать генерировать пароль для клиента. Дальше идут эндпойнты моего аккаунта. Здесь вы ничего не меняете и сохраняете изменения. Следующее – это e-mail. Что такое e-mail? У вас будут даваться уведомления по электронной почте. Они должны быть все у вас настроены. Вот они здесь все абсолютно включены. Как только человек создаст новый аккаунт, он получит информацию об этом. Вот чтобы понять, какую информацию он получит, вы нажимаете вот здесь на эту шестереночку и получаете e-mail оповещение. Вот оно здесь у нас включено, это e-mail оповещение, да, в новом аккаунте. Тема письма «Ваш профиль на сайте. Добро пожаловать!» и тип письма в HTML. Возвращаемся вот по этой ссылочке обратно на настройки e-mail. Давайте посмотрим, например, неудавшийся заказ. Вот давайте посмотрим, если заказ у нас не удался. Что человек получит на свой e-mail. Тему письма «Неудавшийся заказ». Заголовок письма «Будет неудавшийся заказ». И определенную информацию этого письма. То есть вы можете включить такое оповещение на эту тематику неудавшегося заказа. Можете его отключить. Вот так вот пройдите по всем вот этим вот настройкам и посмотрите, каким образом все это делается. Вот здесь вы можете настроить внешний вид письма. То есть у вас будет футер, у вас будет изображение заголовка, если вы хотите его здесь подключить. Основной цвет письма, фоновый и так далее. То есть вот эти все вещи вы здесь можете дополнительно просмотреть. Ну и последнее API вашего сайта. Оставляйте его таким же, как есть, просто сохраните изменения. Итак, с этим вопросом мы с вами все решили. Теперь давайте посмотрим, как у нас будут работать заказы. Когда магазин еще не настроен, у вас нет заказов, у вас здесь ничего появляться не будет. Я вам сейчас покажу магазин, в котором уже есть настройки. Я хотела обратить внимание вас на следующее. Вот посмотрите, обратите внимание, что здесь есть, например, клавиши подробнее, а вот здесь клавиши добавить в корзину. Вот если вы настроите, загрузите товар, но не установите на него цену, то тогда в вашем магазине, на витрине магазина будет показан сам товар со ссылкой подробнее. Делается это для того, чтобы человек понимал, что вот такой товар возможен на сайте. Давайте мы пройдем сюда и посмотрим, что здесь человек может увидеть. Он увидит детское платье, он увидит у нас здесь его внешний вид, то есть мы можем здесь посмотреть его более внимательно, этот внешний вид. Давайте я это отключу, это мы с вами рассмотрели. Он увидит описание товара, он увидит дополнительные какие-либо товары, и он может написать автору сделать определенный заказ. Возвращаюсь в витрине. Это в том случае, если цена не установлена у данного товара. Если же цена у данного товара установлена, то вы можете, просмотрев товар, я уже не буду сейчас туда заходить, кликнуть «Добавить в корзину» и перейти в корзину. И вот при переходе в корзину вы можете, ну вот здесь я, давайте вот так вот я уберу лишние товары, вот так вот оставлю костюм лето, да. Я могу здесь применить купон, да, и могу здесь перейти к оформлению этого заказа. Перехожу к оформлению и просматриваю, каким образом я буду переводить деньги. Или это будет прямой банковский перевод. Видите, здесь идет информация. Если я выбираю чековые платежи, то у меня идет информация по чековым платежам. Если наложенный платеж, то у меня идет оплата наличным предоставкой. Видите, здесь полностью все у нас продумано, полностью все работает. Здесь вы даете детали оплаты. Обратите внимание, что вот здесь даны у нас с вами определенные поля с красными звездочками, то есть те звездочки, которые мы обязательно, те поля, которые мы должны с вами заполнить. И мы подтверждаем заказ. Я этого делать сейчас не буду, я просто зайду сейчас в консоль этого магазина. И посмотрите. То есть я уже сейчас смотрю на этот магазин как владелец. Мы сейчас смотрели с вами как покупатель, а теперь мы смотрим с вами как владелец. Вы посмотрите. Я открываю WooCommerce. И посмотрите, у меня сделан один заказ. Как только заказ появился, вот у меня появилась такая красная точечка. Я выхожу на заказы. И посмотрите, вот у меня показан, что я сделала заказ одного товара, адрес доставки, наложенным платежом. И значит действие. Если заказ будет выполнен, я просто помечаю, что он выполнен. Я могу просмотреть этот заказ более внимательно. Вот таким вот образом. Вот так вот. То у вас есть еще вот такая ссылочка, которая называется отчеты. Вот здесь вы сможете посмотреть внимательно всю информацию о том, что когда было заказано. Например, если я беру последний месяц. У меня в последнем месяце был сделан вот этот вот заказ в этом магазине. Показан этот заказ полностью. Видите? То есть я могу здесь все эти вопросы решить. Я могу посмотреть, какие клиенты у меня есть здесь. Я могу посмотреть, какие запасы у меня на складе есть. То есть вот эта вот вся информация, она может быть у нас обязательно просмотрена. Видите? Вот здесь вы все, всю статистику можете здесь посмотреть. То есть я могу сказать следующее, что этот плагин, который помогает нам создать магазин на платформе WordPress, даже в бесплатной версии, достаточно функционально. Ну что ж, на этом мы с вами завершаем установку нашего плагина и создание магазина на платформе WordPress. Желаю вам успешных продаж, удачного продвижения и хорошей прибыли. С вами была Смирнова Ирина. Всего доброго!